Кто в доме хозяин? Собственники или все же коммунальщики? В этом вопросе стараются разобраться жители седьмого дома по улице Володарского. Группа активистов, а таких в этой девятиэтажной многоподъездной постройке немного, стараются разобраться, что хочет управляющая компания. Жители внимательно читают рассылаемые коммунальщиками объявления, ходят на собрания и ежегодно требуют финансового отчета. Казалось бы, образцовые жильцы, но представители управляющей компании считают иначе и таким пристальным вниманием недовольны. Мы делали обход всего дома и писали заявки, что где, в каком подъезде, что нужно сделать. Ну, у директора, видимо, свои планы, как и что управлять домом и куда, как бы средства тратить. Вот поэтому ему, значит, это вот не нравится. И он на собрании, которое учиняли жители дома в декабре, он пришел и сказал, что данный совет дома мешает ему работать. Сотрудники управляющей компании нашли способ активность жителей убавить и предложили численно сократить совет дома. Из десяти человек, раньше в составе был представитель от каждого подъезда, сделать шесть. Двое из кандидатов на должность вообще собственниками не являются, но, наверное, они более сговорчивые. Только всего-навсего четыре подъезда будут участвовать. Шесть человек. А остальные-то ко мне уже, ну, я как старый работник с одиннадцатого года, я старше и по дому, ко мне обращается, Надежда Николаевна, а почему наш подъезд? А почему наш подъезд? Я говорю, вы обращайтесь в управляющую компанию. И почему управляющая компания так повернулась к нашему дому, почему ей так захотелось покомандовать в нашем доме, я не знаю. В повестке старательно навязываемых изменений вопросы в основном финансовые. Куда и как нужно распределить накопленные жильцами деньги? Из средств капитального ремонта, значит, сделать текущий ремонт части крыши. Хотя крышу, ну, полагается делать капитальный ремонт и всю крышу делать. И потом из средств также капитального, на капитальный ремонт, который это целевой взнос, он хочет провести диагностику ВДГО, техническую диагностику ВДГО. Но техническая диагностика ВДГО, она должна проводиться из средств, которые вот мы каждый месяц собираем управляющую компанию. Он – это директор управляющей компании Крит Александр Ересов. Голосование сейчас принято проводить в очно-заочной форме, то есть на собрании жильцы и коммунальщики встретились, повестку послушали. Теперь до 31 мая, так определили сотрудники управляшки, жители должны будут дать письменный ответ. За они 19 изменений по повестке или против? В чем суть постулатов, жителям на собрание не пришедшим объяснять никто не будет, видимо рассчитывая, что собственники поленятся вдумываться и согласятся со всеми пунктами. Хотят привести деньги с нашего счета, который на региональном фонде, именно на наш дом открыт, к себе. Для этого им надо согласование. Более того, хотят повысить тарифы. Тоже необходимо согласование собственников. Вот это все хотят произобрать совет дома. Это все будет в этих бланках. Если вы подпишите эти бланки и проголосуете за, то есть судьба денег, которые мы уже заплатили, которые мы будем платить далее, в последующие годы, неизвестна. Нашей съемочной группе руководители управляющей компании Крит свою позицию объяснять не захотели, сославшись на непрофессионализм журналистов. Отвечать на претензии жителей они тоже не считают нужным. Вопрос, кто в доме хозяин, здесь перестает быть риторическим. Группа активистов рассчитывает, что жильцы, которые на собрание не ходят, посмотрят телевизор и узнают, какие тяжелые бои разворачиваются буквально на их лестничной площадке и в идеале займут свою позицию в коммунальных распрях. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.